Одновременно со звонком последнего урока заводится и двигатель школьного автобуса. В любую погоду он доставит учеников до родного села в 20 километрах от школы. Всего за 20 минут. Сегодня это самый безопасный вид транспорта, оснащенный системой спутникового контроля КЛОНАСС. Это автобус, оснащенный и системами АБС, системами спутниковой навигации для контроля за движением его по маршруту. Все посадочные места оборудованы ремнями безопасности, всевозможными сигнальными огнями, громкой связью. И последняя новинка – это алкозамок, который не позволяет даже в теории водителю сесть и завести автобус с какими-либо остаточными явлениями. Роскосмос имеет соглашение с 60 регионами по внедрению системы ГЛОНАСС. Но пока в России немного городов, где установлена система навигации на общественном транспорте. Орел – город первого салюта и воинской славы можно смело назвать городом космических технологий. Здесь оснащенные по последнему слову космической техники 60 школьных автобусов и ревозных детей. Если вчера это был только как контроль и безопасность, то сегодня это многогранная инфраструктура, которая позволяет контролирующим органам иметь достоверную информацию, получать прямую экономию от 30 до 70% на прекращение хищений топлива, грузов и так далее. А жителям, простым людям, да, это дает новые возможности по сервису, по удобству жизни, по своей личной безопасности. Производится посадка в автобус «Орел-Ухов». Водитель Вячеслав Курочкин каждое утро выходит на свой маршрут. В кабине его автобуса работает система космического контроля. «Навигационная система, установлен сам блок под панелью приборов, аварийная кнопка на случай экстренного вызова. Блок дает полный контроль движения автобуса, все мои остановки, перемещения, задержки по времени или там превышение скорости. Все это навигационная система, все записывает». Навигационный сигнал из кабины автобуса передается на спутник и уже из космоса поступает в диспетчерский пункт. От зоркого космического ока трудно что утаить. Подсадить безбилетного пассажира теперь невозможно, не говоря уже о нарушениях правил движения. «Вот наш объект движется по маршруту «Орел-Ухов» со скоростью 67 километров. Находится на данный момент он в село Каменка». По замыслу единой навигационной диспетчерской службы в будущем году жители отдаленных деревень смогут получать информацию о передвижении общественного транспорта. «ГЛОНАСС» будет оповещать пассажиров о точном времени прибытия автобуса через сообщение на мобильный телефон. «Вводим такую информационную услугу, новая называется «На народный маршрут». Это система информирования населения о приходе на остановочный пункт. Или через интернет, или даже с любой остановки можно послать смс-запрос и придет сообщение. Через сколько минут на данный остановочный пункт придет автобус». С 1 января 2012 года автобусы, не оснащенные системой контроля «ГЛОНАСС», просто не смогут пройти техосмотр. К этому времени в Орловской губернии систему спутникового мониторинга установят почти на весь общественный транспорт. КОНЕЦ Продолжение следует...